Все, мы начали. Друзья, мы к вам вернулись. Здравствуйте. Мы начали зелень. Сначала двойным мазком не получилось у нас, потому что слишком большой... Листок, да? Да, и листок большой, краски не хватает на кисти, чтобы сразу довести четкий двойной мазок до конца. Так что будет сначала подмолевок. Да. Я сейчас покажу птички. Когда мы уходили на перерыв, птички были не оживлены. Правильно, Данил? Да. Теперь они вот такие вот. Двойным мазком уже все сделал, Данил. Они такие красивенькие. Так и получилось, что одна упитана, другая воспитана. Решили не подправлять. Пусть будет изюминка росписи. А сейчас листья. Кто занимается росписью, смотрите внимательно. По собственному опыту могу сказать, что с листьями всегда почему-то проблема у новичков. Да, да. У кого-то они... Ни у кого-то, в основном, они начинают быть похожими на палки или на червячков. Я не помню, на чего. У меня они были похожи. Жирные, убитанные. Да есть ты сейчас рисуешь сам лист, да, а потом будешь двойной мазок еще. Да, скорее всего будет так. Либо мы посмотрим и ставим так. Это уже как нам захочется. Не знаю, посмотрим, да. Давай вот мы с тобой еще раз обсудим. Ой, я тут уже приспосабливаюсь как будто снимать. Ну вот у меня складывается впечатление, да, что вот это как раз цвета используешь. И пока получается очень похоже на гордецкую роспись. Вот я тебе задала этот вопрос. Особенно то, что красный, синий, вот это вот все рядышком, да. Ну, вообще все росписи похожи по сути своей. Потому что в основе всех росписей в основном цветы. Ну, кроме мизей. Там птицы, лошади, олени. Угу. Вот. Ну, а так основа у всех одна. Цветы, розаны в первую очередь. Розы. Ну, а у меня, я тоже так склонен считать, что это чем-то похоже на гордецкую роспись. Потому что я начинал гордецкой росписью заниматься изначально. Учиться росписи гордецкой в чуде. В центре детско-юнудческого туристического искусства, так скажем. Вот. Там была школа росписи. И начинал я у Халдина Симфану и Вениамидрана заниматься именно гордецкой росписью. А уже потом начал, продолжил, ну нет, начал заниматься костромской. Ну, мне кажется, ничего просто так не проходит. То есть и манера, наверное, все-таки осталась гордецкой у меня. Но гордецкая, там нет вот этого мазка, да? В гордецкой нет двойного мазка. В гордецкой сразу. Нет, не сразу, а сначала подмалепок всего. Потом оживка черным, потом белым. Отдельно локальным цветом. Локальным цветом. Ну, костромичи, видимо, все торопились. Естественно, торопились, потому что им надо денег было заработать. Ну, это когда вот отходное именно ремесло. Да, отходное число, да. Вот как. Побольше, побольше зелени. Ну, получается, зеленью мы сейчас все заполняем, да? Да, собираем все в кучу, так скажем. Нравится мне, когда много зелени. Да, я там на что-то наступил. Как бы обойти поближе и поснимать зелень. Жирные, сочные листы. Да, друзья, кому не хватало весны, вот она у нас и весна, и лето. Да. Я вообще по жизни тут есть. В гора не идет Магомед, значит, Магомед пойдет в горе. Ну, да, так тоже можно. Да, спасибо большое. Не освободили место, чтобы было удобно все видно и снимать. Да. Роспись идет по-прежнему акриловыми художественными красками. Да. Все-таки они самые лучшие для таких ароматов. Сейчас все краски даже, как сказать, на стене. Ну, для ремонта, да. Не только художественно, а для ремонта тоже. Сейчас все везде акрил. Вот здесь вот я сейчас набираю толщину листа несколькими мазками. Вообще, можно и так делать. А потом уже второй цвет добавлять. Потому что, скорее всего, то, что я вижу на работах старых мастеров там в основном зелень вообще однотонная, одноцветная. А если и есть второй цвет, то толщина набрана сначала подмалевка, а потом уже второй цвет добавлен. Я ничего не поняла. Переведи, пожалуйста. Да. Подмалевок – это вот то, что я делаю. То, что лицетов были цветовые пятна. А второй цвет уже потом по второму кругу. Так. Вот. Понятно? Да. А листы ты сейчас рисуешь еще и несколькими мазками, потому что большой объем. Да, да, да. Именно так. Потому что сразу одним мазком не заполнить. Кисточку дай, надо было большего размера. А мне эта кисточка нравится. Она как раз дает то, вот это вот, так сказать, и тоньшину, и толщину все вместе передает. В общем, к рукам она тебе. Да. Легла в руку. Кисточка. И тут уже без разницы, за какое количество мазков вы сделали этот цветок, листок. Главное, чтобы закрасить вот эту вот… Площадь, да. Площадь, да. Ну, здесь вот уже достаточно одного мазка. Угу. Посмотрите. Потому что листья небольшие, а для больших листьев нужно уже несколько мазков. Главное, чтобы листья были живыми, а не палками. Был естественный изгиб. То есть, опять же, получается, да, то, что вот мы в прошлой серии нашего прямого эфира говорили, да, то, что это древо жизни, да, и приближено к природе. Да. Несмотря, вроде бы, на такой символизм, да, в этой росписи, в этой композиции, а все равно, действительно, листья же у нас не палками бывают. Оля Матрешкина. Данила, привет из Москвы. Привет, в Москве. Надеюсь, что после всех этих изоляций я туда приеду снова с мастер-классом. Надеюсь, не за ним. Да? Да. Точно. А сколько там уже было мастер-классов у тебя? В Москве уже было два мастер-класса больших. Это было в конце прошлого года и в этом году уже было. В марте. А, в марте как раз-то ты. До введения всех этих сопретов и изоляций. Я успел. Ты успел, да. Ну и люди успели, наверное, кто хотел. Да, да. Все, кому было интересно, успели. Ну, опять же, будут желающие, можно же повторить, правильно? Конечно. Оля пишет. Я была в этом году в марте, было здорово. Ольга, очень приятно. Да, 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 да. Ольга, да, здравствуйте. Очень приятно было вас видеть. И вообще было всех приятно видеть. Все заинтересованы были. Все до одного, кто участвовал в мастер-классе. Благодатная, да, такая? Да. Почва. Почва, да. Для учебы. Данила расписывает стену кухни. Да. То есть, это спрашивает Марина. Да, это я немножко толкнула. Да, я все потихонечку собираю. То есть, это квартира. Стена была подготовлена. Отштукатурена. Здесь как раз будет обеденная зона. Будет стол, стулья. Мы тоже так думаем. Марина пишет, что будет класс. Смотрите наш первый эфир. Там мы рассказывали, с чего все начиналось. А с чего все начиналось? Ну, просто подумали, решили. В смысле? Да. Вообще, на самом деле, Данила очень-очень давно хотел расписать что-то такое грандиозное, большое. Было несколько этапов. Мы рассказывали о том, что мы были на дне рождения в гостях в деревенском доме. Там попалась под руки дверь. Расписали деревенскую дверь. Потом мы собирались в компании и подумали, а почему бы не расписать кухонные двери? Да. И даже тоже двери. И тоже дома. А роспись этой стены была уже запланирована. То есть, как только вопрос решился с жильем, сразу же определились, что здесь будет роспись. Это я убираю те сгустки, краски, которые внутри остаются. Которые лишние были? Ну, да. Когда подсыхает краска, вот там сгустки такие образовываются. Оля спрашивает. А вазы тоже в традиции костромской росписи или не совсем? В традиции вазоны. Вазы, вазоны. Даже самовары изображали как символ достатка. Самовары, да. Почему изображали самовары как символ достатка? Потому что, когда они только появились, они, естественно, не всем были по карману. Ну, а то, что нельзя купить, можно нарисовать. И тоже будет классно, да? Да. Понятно. Марина, вы сейчас можете посмотреть в профиле в Инстаграме. Там есть посты, да, по-моему. С чем? С дверями, да. С кухонными. Запись в ГТВ. Да, запись видео в ГТВ. И, по-моему, там были где-то еще посты. Также можете посмотреть в группе ВКонтакте. Там есть и дверь деревенского дома, и дверь в кухне, в комнате. Да, в общем, три двери там расписывали. А это обязательно, да. Есть такое в планах. Сначала поэтапно мы показываем, как расписывали, а потом, когда уже будет мебель, все. Мы обязательно соберемся с друзьями, большой компанией. Да, да, конечно. Что-то я не слышу. Вернее, я слышу в твоем голосе скептизм. Почему? Нет? Ну, конечно. Конечно, да. Мы соберемся, все сфотографируем. Сейчас делаем раскидистые дерева. Мне кажется, пока это все-таки больше похоже на букет. Ну, в смысле, да, на букете. Это и есть букет. О, Марина пишет. Кухню будет ждать, когда все будет. Обязательно. Я кухню тоже очень-очень жду. Да, эфир сейчас введет тот человек, чья это кухня. Да? Да. Я. Я-я. Я-я, азаргон. Я-я, азаргон. Зелень, конечно, очень преображают. Даже вот эти вот, как они на самом деле, розанчики, бутончики, да, вот эти вот бомбончики. Бомбончики. Все шикарно смотрится. Я попробую все-таки что-нибудь небольшое сразу второе цветом делать. А, что, маленькое? Ты хочешь второй цвет пристегнуть? Да. 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 Ну, потом все равно еще придется, да, что-то? Ну, на больших, да, если что-то. Добавлять, да? Это само собой. Ну, это... Оля спрашивает. Черным потом Данила будет делать акценты? Черным это как это называется-то? Приписки. Приписки, да? Я говорил в предыдущем эфире, что на мелочи прям хочется делать. А на масштабных работают, мне не хочется их делать. Потому что и так уже все есть. Все обозначено. Я единственное, что добавлю, это может быть на охристых цветах. Ну, естественно, там клюв, глаза, лапки. Ну, то есть там, где это обязательно, это должно быть, да? Потому что птички, например, они же и с клювками, и с лапками, и с глазками. Ну, да, ну, возможно, на птицах я делаю это белым, а не черным, как обычно. Потому что на синем он и так темный. А темным темным не особо видно. А, ну, все, я поняла, да, что ты имеешь в виду. То есть, опять же, это уже учет масштаба идет, да? То есть, если бы птичка была маленькая, например, на шкатулке? Нет. Если бы птичка была... Ну, хотя, да, и от масштаба это тоже зависит. Но, в первую очередь, это зависит от цвета птицы. А может быть, еще и фон. Фон же у нас не белый. Ну, да. Ну, здесь много, наверное, моментов, на самом деле. Но если бы это была шкатулка, я бы сделал их, наверное, хотя есть такие же темные делал. И все-таки, если бы она была темная, то я бы сделал эти крювки, глаза, перья, лапки белые. Ну, здесь вот лапки можно сделать черным, потому что их не будет видно. А вот здесь вот, особенно глаз. Сам глазик, да, черный скорее всего. Да, и вот здесь вот перья, они, их не видно будет на общем фоне синей массы. Оль, ну, в общем, будем смотреть по ситуации, как будет получаться. Вообще, изначально был вопрос, каким цветом делать птиц. Каким хотите. Ну, на самом деле, да. Но Данил предлагал делать их вот темно-охристыми, как вот эти вот бутончики идут. А мне хотелось сделать их синими. А почему синими? Потому что у меня вот здесь вот плитка вот такая вот. Я хотела, чтобы это все сочеталось. Правда, что-то я сейчас уже начинаю сомневаться, будет ли это сочетаться. Вот, потому что, ну, плитка немножко имеет такой среднеземноморский рисунок. Да, вот. Так, классно получается. Это на стене? Да, на стене. Я вот уже немножко тут снимаю. То есть, это кухня. Ну, кухня в квартире, да. И это будет стена и обеденная зона. Так, Оля спрашивает, чем расписываете? Темперой? Это художественный акрил. Обычный художественный акрил. Вообще обычный. Изначально хотели мы водоэмульсионной краской для стены и потолков. Ну, то бишь для интерьера. Но колеры оказались слишком водянистые. И чтобы намешать краску, ну, цвет, нужно было смешивать этот колер с основой, с белой краской. Но он слишком водянистый. И в итоге того цвета и той насыщенности цвета, который хотелось бы и нужно было бы, не получилось. В общем, красный был неправильный. Красный был какой-то розовый. Розовый. И синий был бы, и голубой. И зеленый был бы какой-то зеленый. Да, на самом деле к этой росписи мы подготовились. То есть купили белые краски, купили колеров. Нормально так, да, мы там купили сколько? Пять или шесть штук. Да. И расстроились, что эта краска не подходит. Мы все это отложили, убрали. И вот Данил использует... Сейчас я покажу вот эти вот баночки, у кого возникают вопросы. И на самом деле расход очень небольшой. Потому что буквально вот после первой части Данил еще краску собирал обратно. То есть вот у него вот такое есть. А, нет, не такое. Приспособление, а где тарелка твоя? А, вот, да. Вот на этой тарелке. То есть была синяя, красная краска, была коричневая. Да, и их Данил собирал. То есть вот это вот большие пятна с излишками. То есть краски на самом деле вот на такую красоту требуется немного. Так, спрашивают кисть, какой номер? Шесть. Это, не знаю, что за зима. Нейлон написано. Ну, я сегодня еще использовал другие кисти. Ну, тут тоже шестерка, сонет, синтетика. Тоже шестерка косая. И десятка косая. Это Финелло, что ли, фирма. Ну, это все синтетика. Это все синтетика. Для акрилла синтетика лучше всего. Ну, то есть это ты вот по опыту, по своему, да, по росписи. Да, для себя я вывел то, что акрил синтетика, это без вопросов. А для темпер, которую я использую обычно при росписи шкатулок, салонок, это сейчас я взял попробовать. И пришел к выводу, что они самые достаточно лучшие для именно такой росписи, свободно-кистевой. Это смесь ворс, смесь синтетики с натуральным ворсом белки. А, ну, то есть у тебя всегда, вот я хотела сказать, сегодня у тебя этих кисточек нет, да? Нет, есть, но они маленькие. Но выглядят они на вид, как просто обычная белка. Достаточно мягкие, но все-таки жесткость нужная есть. Синтетика дает нужную жесткость. А, ну, то есть вот в чем загвоздка, да? То есть особенно, когда большие, получается, масштабы, да? У тебя большая площадь росписи, то есть тебе жесткость дает? Да. Жесткость-то нам в приводовой росписи нужна. Аня тобой восхищается. Какая рука? Да. А, ну, да. Спасибо, Аня. Да, пишет, что же вы там натворили? Это не мы, это все Данил, это все его волшебными руками. Вернее, даже не волшебными, мы будем говорить мастеровыми, да? Да, да, да. Так, Оля спрашивает. Плоские кисти для круглых элементов использовались? Широкие такие? Плоские, да, чтобы площадь, заполнить площадь. Я использовал их плоские для розанов и для вазонов. Чтобы просто заполнить площадь. На вазоне как раз видно, где вот были эти мазки. Широкие такие, потому что, ну, вазон, он в начале у нас, в первой части нашего прямого эфира. Там как раз мы начали с мазка и с вазона. Да, я чувствую, как раз наступает вот такой момент, когда сейчас хочется сказать, а давай еще что-нибудь нарисуй. Нет, не надо. Это главное вовремя остановиться. Это тоже важное решение. Главное вовремя остановиться. Кстати, я могу сказать, что своими собственными глазами смотреть на роспись намного приятнее, чем через камеру телефона. Поэтому все, кто хочет, обращайтесь. Данил будет рад приехать и расписать. Поеду, распишу. Ну, куда же без поговорки русской. Любой катрис. Продолжение вы знаете. Листья тоже, да, разные получаются. Вот здесь вот и остренькие, и такие более овальные были, круглые, закругленные. Аня пишет, как границы откроют, ждем в Калининграде на Литинском море. Да, можно съездить. Аня, Данил так вздохнул. Ну, я вообще хотел бы попутешествовать, особенно по северу нашему, в европейской части России, Архангельск. Но привлекать особенно Архангельскую область, потому что там кладезь. Архангельская, Лагонская, кладезь росписей. Апиле там, кстати, в прошлом был, да, с подоблачными? Да, да. А вы там видели, вот вы уже в домах жили, да, в старых домах. Вы там что-то видели? Да, там росписи нет. Именно в Большом Бору я не видел. Но мы были только в трех домах. В тех трех, где мы жили, росписи не было. Но была расписная дуга Хангельская. Ну, ты ее посмотрел, все отфотографировал. Наверное, в группе ВКонтакте. Да, наверное, ВКонтакте. Есть альбом, фотография, смотрите, называется «Фолк Кэмп Большой Борт 2019». Смотри, нас тут успокаивают. Очень красиво. И с плиткой будет хорошо сочетаться. За счет использования похожих цветов. Но мы, на самом деле, к этому и подходили. Я заранее, Данила, фотографировала, какая плитка, какой цвет стен. Стены тоже подбирались под плитку. У нас немножечко восприятие у всех разное. Я думала, что белые стены ставить будет нехорошо. То есть определенной плотности хотелось для пространства. И в то же время, я вот вспомнила сейчас такой момент. У меня окна выходят на северную сторону. То есть здесь солнце, может быть, будет чуть-чуть летом на закате видно. И то не само солнце, да, а лучи. Поэтому хотелось сделать пространство теплым. Ну и как-то освежить его. Модный нынче лофт я не очень принимаю. Как-то мне хочется жизненного тепла, уюта. Чтобы посидеть тихонечко, спокойно покушать, попить, поесть. В теплой для меня приятной обстановке. Вот. Хотелось в то же время необычности. Плитку выбирала очень долго. Ну вот понравилась мне вот такая вот немножко восточная плитка. И я повторюсь еще раз, очень переживала, будет подходить или нет. И поэтому фотографировала Данила уже и потом Цветкин, и саму плитку. Данил сказал, что все будет в порядке. Как раз традиционные цвета можно не переживать. Все одно и то же, по сути-то. Все цвета основаны на других цветах. Ну вот это база, да, получается? Без базы, да. Стул? Есть. Ну, стул вот, только рядышком, который здесь стоит. Сейчас, подожди. Его освободи, да, ладно? Нет, ладно, не надо ничего. А ты чего хочешь, что? Верхнее самое? Да. Да, я думаю, так, затем. Не-не-не-не-не, не надо. Так? Тюльпанчик только не надо подмаливать, мне он так нравится. Ну, вот там больше ничего не надо добавлять. Если только, может, оживочку. Да, прямо как я люблю. Красные и зеленые. Красные и зеленые. Слушай, у нас получается, что птички сидят в воздухе, или еще какие-то виточки. Нет, подожди, они еще нигде не сидели. А, они еще нигде не сидели. Лапки-то. А, все. Еще надо нарисовать. Угу. Угу. Не знаю, с какой стороны лучше подойти. Смотрите, прям, как здорово. С какой-нибудь подходи хорошо. Да. Со всех сторон ты поможешь как хорошо. Да, да, да. Все, все должно быть живо, все легко, движение не надо ограничивать. Все, все должно быть живо. Да. Да. А. Да. да екатерина нам тоже нравится в принципе как получается получается так как я хотела да то есть такое ощущение что комната освещена что теплый такой свет вот видно немножечко в кути солнце отражается на прямых солнечных лучей в помещении не ну да я думаю что солнце сюда все равно не дойдет будем только в отраженном свете существовать сейчас все листья до проходишь екатерина спрашивает по эскизу работают они ли по ведению сердца эскизы для меня в университете это было просто мучение так что мы вообще в традиции работали без эскизов нет почему эскизы они сами для себя делали просто накидывали где-нибудь а уже на поверхности без всяких чертежей расчертежек просто сразу кисть и краска ну в общем как мы с тобой сделали да да не подошел к стене мы нарисовали овал именно по размаху рук то есть верхний тюльпан там где руки у него заканчиваются сейчас было видно что практически было не достать чтобы нарисовать листочки да и вот где птички где край веточек там размах рук заканчивается надо бы значит еще один голосование устроить делать львов или нет а ты уже против слушай солнечный свет как здорово на стене смотрели как живое получается а да а вот зеленого как раз до ушло много помнишь мы когда еще расписывали ткань у нас тоже так получалось что какой-то цвет у нас очень сильно уходил только вот я не помню какой вот это сумки доделали одежду делали и платки да есть у данила опыт росписи по ткани там используется акрил по ткани ну все современное красительное но ткань натуральная сатин да мы по-моему покупали я не помню да ну по крайней мере хлопок лен должен быть но у нас там был нюанс то что ткани вот если мы лену например брали да то там очень большой расход краски был может она впитывалась ткань то есть или неправильно подготовили или просто такой момент был который не учли ну всему надо учиться всегда есть какие-то моменты ты сейчас что зеленого добавляешь да он кончился ну для таких масштабных работ ну и для более мелких предметов лучше краску все таки тоже предварительно подготовить чтобы она была такой сметанообразной консистенции и уже потом по мере работы добавлять туда воды чтобы не уходило время все время на размешивание краски а ну то есть ты из банки просто взял порцию, да? она же густая и водички добавил да, воды добавил чтобы консистенция подходящая была слушай, а может быть если краски много расходятся и не все листья подправлять? нет, так все а, все, да? да, сейчас будет второй цвет краска сохнет достаточно быстро то есть вот только что Данил мазок сделал, да, и все но видно как она уже высыхает слой то все таки достаточно тонкий сохнет быстро ну и вообще сама по себе краска сохнет быстро она кривая как и темберная тоже ну современная темберная поливинилоцетатная а вот объемнее оля спрашивает а после росписи по ткани акрилом что делали проглаживали без отпаривания и я еще на всякий случай подкладывала ткань потому что вот пока расписывали даму мы заметили то что разные ткани по-разному впитывают краску и на дне получалось что слой толстоват поэтому он дольше сок и я переживала что будет испачкан утюг поэтому я проглаживала через ткань насчет стирки оль ничего не могу сказать потому что у нас были платки у нас были элементы декора для льняных сумок что у нас еще а блузки еще да вот по блузкам нам никто ничего не говорил по платкам и по сумкам вопросов вообще не возникало картон подкладывать ну да возможно мы уже потом подумали но это был очень-очень первый опыт росписи и покраска мы какие ткани и что тут ну вопросы прям возникали мы конечно ориентировались как набойку делают то есть мы смотрели тоже ролики а там немножко по-другому то есть там все-таки более точечный рисунок хотя тоже использовались акриловой темперной краски а тут у нас уже была именно масштабная роспись листьями с розанами в набойке а да просто акрил не темпер да да прошу прощения тогда начать я неправильно и запомнила и сказала но просто акриловой краски получается по ткани да и вот представьте себе вот мы такого большой например разом нарисовали то есть какая там площади покрытия и краски всего потом уже с опытом да когда делали несколько вещей данил уже с проблесками додел то есть не чтобы не плотно было закрыть тестово ли это уже самого листа или розана и мне кажется что так даже было интереснее да согласно производителя зависит очень много это вот они пишут что по краскам смотря какой производитель но мы тратикулу использовали его просто я так поняла у девушки был не в том что отлично держится в том что немножечко становится более блеклым то есть не такой сучный цвет насколько я знаю еще возможно можно сделать закрепку покрытие то есть вот мы здесь тоже планируем расписать и покрыть сверху лаком то есть опыт использования лака на двери деревянный показал себя очень хорошо то есть роспись и так сама по себе живо смотрится а тут она как-то то ли поярче посочнее как-то стал цвета мне кажется раскрылись по-другому ну да он же под лаком краска под лаком все равно промокает и приобретает как цвет мокрый когда она в мокром состоянии и когда мне вот некоторые люди спрашивали а что вы делаете когда лак испортил всю работу цвет другим стал как лак может испортить работу если просто он промакивает заново краской она становится вот того цвета в каком она была в мокром состоянии да помнишь ты говорил у тебя был такой опыт использование лака на белом или или на серебристом на белом у меня акриловый водорастворимый лак начал размывать черную краску пришлось обычным на растворителях лаком пользоваться но он дает желтизну к сожалению то есть на белом тебе не понравилось да ну обычный лак нет но чтобы сохранить как сказать белый цвет чистым лучшим конечно акриловым лаком но это не всегда получается а вот мы сейчас про белый заговорили я еще вспомнила у тебя был опыт такой интересный это роспись на черном фоне да но это тоже про одежду да нет шкатулка у тебя была черная с серебром и золотом а это просто мои эксперименты были но людям понравилось да то есть отклик был да на черное отклик есть а даже есть то есть ты делаешь сейчас спрашиваю да как ты вот к этому относишься вроде нетрадиционно как что ну к черному я имею ввиду нет почему традиционно у меня есть прялка на черном фоне да но это правда качминско-городецкая прялка но там фон черный такие же розаны да я почему-то думала что именно такая твоя дань современности нет и на золотом фоне тоже писали и на белом фоне писали ну это все по как скажем по желанию заказчика куда-то классно особенно мне нравится говорить щас уже солнышко прямо чувств internal state живо Свежий листочек. В солнечных лучах. А, так, ты, получается, сейчас вообще-то все листья так будешь проходить, да? Да. А надо не все? Нет, я просто спрашиваю. Я-то ведь снимаю, я-то ведь не снимаю. Я-то ведь не снимаю. Твоя роль есть? Да, есть. Главная все-таки. Ну, как главная? Не главная? Не главная? Нет, не главная. Это, знаешь, как вечный вопрос, да? Кто раньше это, курица или яйца? Да, да, да. Ты как-то это... Чего? Заказ сделан, принимайте работу. Вот так вот. И работает, ну, как сказать, работа все-таки достаточно быстрая, потому что скоропись, двойной мозог, убыстряет эту работу. Сразу становится, как сказать, цветок уже живой. Не надо дополнительно еще каких-то добавлений. Это уже пожелание. Но мне не хочется. Ну, ты имеешь в виду добавления, украшений, да? Вот это вот все. Да, да, да. Вот эти приписки темные уже не особо нужны. Вот это вот. Вот это вот. Можно бесконечно смотреть на огонь, на воды, а так работает человек. Вот это вот. Крупным планом, да? Крупным планом, да? Ну, вообще лучше глазами смотреть. Да. И вот, оказывается, еще людям это нужно. А, да, да, да. Что мы рады сетуем на то, что это никому не нужно, а нет, есть любитель, оказывается. Да, да. Ну, и естественно, чтобы захотеть, это надо где-то увидеть, услышать об этом. Ну, и правда, не на том же месте. Ну, естественно, да. Вот этим мы с ремеслом жить и занимаемся. Да и он все-таки хотим дать ремеслом, в частности, росписи, продолжение жизни. Ну, ты знаешь, вообще элементом любого воспитания эстетического, неважно, музыка, да, художественное образование. Да, даже начальное обучение той же моды, да, изучение истории, искусства, например, всегда идет насмотренность. Да. Всегда смотреть. Да. Ходить на выставки, там, в поездки ездить, например, если это действительно старина какая-то, да, там, архитектура, те же здания, поездки по городам, изучение материалов. Вот, мне кажется, для этого все это и существует, чтобы было насмотренность, развивалось чувство вкуса, чувство стиля. И вот оно уже все вкупе дает толчок. Согласен. Ну, для меня, например, очень важно, роспись это здорово, это замечательно, для меня очень важно, чтобы это сочеталось с современной нашей жизнью, с образом жизни. Ну, да, приходится. Чтобы это не было оторвано. Ну, да. Ну, а как она будет оторвана? Каким образом? От современной жизни. Не, ну, помнишь, мы с тобой говорили о том, что солонки, сахарницы, да, хлебницы, чтобы тебе было приятно, что они у каждого человека на столе. Ну, не совсем у каждого, да, но, допустим, у многих. И что это именно применяется. Не стоит на полке, не пылится, а именно применяется по назначению. Согласен, да, это приятно. Ну, приходится искать такие решения новые, где бы можно было применить роспись. Но вообще, сейчас современными материалами, тем же самым акрилом, можно расписать то, что угодно. И пластик, и кожу, и стекло. Тебе мастерская тебе мебель передает. Приятно наблюдать за работой, земляка. Очень приятно, спасибо. Мебель, кстати, тоже может расписать, Данил. Ну, вообще, эта роспись вот такая вот масштабная и изначально и есть, и была. В смысле? Деревенские дома расписаны. А-а-а. Парьерная роспись, это была. Ну, и есть стены, даже потолки расписывали. Всю мебель, что была в комнате. А печек, голбец. Ну, слушай, я почему-то не помню стены и голбец. Я даже вообще не знаю, что такое голбец. А вот по мебели, да. Или это просто больше сохранилось, больше осталось? Ну, наверное, да. Мебель, наверное, по крайней мере, в музее ее можно было перевести. А, в этом смысле. Да, кстати, да, ты прав. То, что ее можно было перевести и показать, продемонстрировать, да? Да, а голбец, это голбечная дверь, это вход в подпол. А-а-а, все, поняла. Это не там, где Ленушка пряталась от серого гусей? Ну, я не знаю. Внизу. Внизу там такая заслонка. Нет, нет, это отдельно. Это заслонка, это в печи. Да. А это дверь в голбец, в подпол. А-а-а. Вы прямо на полу это расписывали, получается? Нет, почему это дверь? Угу. Туда спускаешься. Так, надо на картинке посмотреть. Я вот все думала, мы птицы не зря синими сделали. Ну, почему-то, да. Ну, потому что, если здесь я уже вижу, что это костромская роспись, а птицы пока нет, еще городецкая. Нет, тем не менее, все будет нормально. Да. Да. Уже позднее квитаться. Ну, мы можем перекрасить. Не, ну это тоже можно, но не хотелось бы. Не, нет, то, что ты как раз та получила. Она как все солнышко пригрела. Птички все вырезали, кроме себя. И вот все-таки правильно мы делаем второй цвет, потому что зелень становится не такой активной и яркой. И на ее фоне все-таки цветы выделяются. Ну, вот как я смотрю сейчас даже вот через камеру телефона, да, получается, опять же, очень хорошее сочетание с фоном стены. И то, что вот солнышко вот светит, да. То есть, как и было задумано, то, что вот я тебе говорила, да, то, что здесь, видишь, ну, темная сторона, это все равно получается. Нет прямого солнца. И оживляет это. Я даже уже представила, как здесь будет стол стоять. Ну вот. Так что все. Работа, можно сказать, приятна. Да? Да. Не зря мы тут мучаемся. Кто мучается-то? По-моему, все только удовольствие получают. Я от созидания, ты от работы. Ага. Ну да. Сбылась твоя мечта. Масштаб, масштаб. А представляешь, еще появится возможность, например, там действительно настоящий деревенский дом, да, расписывать? Будем надеяться. Да? У меня такой вопрос мне уже задавали. Задавали, да. Там еще все в процессе сборки дома. А, ну, самостройка еще идет, да? Ну да. Собирают дом, действительно перевезенный из дерева. А, даже так? На другом месте собирают. Угу. То есть это старый какой-то дом? Да. Он такого качества, хорошего сохранился, что его можно перевезти, видимо, и сделать. Да, да, я его не видел, но там делают. Аня, не зная, вернее, зная, какая будет кухня, она будет простая, белая, чтобы, ну, как раз не отвлекать от росписи и от плитки. А все остальное будет вполне современное. Без техники на кухне в наше время, по-моему, никуда. Да. Ну, и цели, на самом деле, такой не стояло, чтобы, например, его создать. Там, например, тот же самый деревенский какой-то будет. Наоборот, как раз моя задача есть. Я люблю, и постараюсь, чтобы так и получилось, что как раз вот традиция, она с современностью и сочетается. И у меня как раз твои изделия используются по назначению. Как раз, но я вам очень рада. Надеюсь, что и у всех, кто их приобретал, и дарил кому-либо. Да, Данил, когда приходит в гости, он проверяет, есть и сахарница, и хлеб в хлебнице, да? Да. А еще, кстати, могу сказать, что, ну, это не как реклама, а как наблюдение. Данил, когда вот проверял мою сахарницу, он заметил, что у меня крышка пыльная. Мне вообще, честно, не пришло в голову проверить, потому что ни пыли не видно, ничего. То есть нервы мои целы и здоровы. Использую я уже сахарницу и хлебницу года три, наверное, точно, да? Или два. Нет, два, два, наверное. Да, и за это время вообще ничего с ней не случилось. То есть протираю. Точно так же использую. Единственное, что протираю и с такой не очень мокрой тряпкой, то есть хорошо отжатой. Влажной, да, наверное. И не мою, конечно. А так все хорошо. Ну, ты же, по-моему, на заготовке как-то специально покупаешь, да? В смысле специально? Ну, заготовки просто поченые, из липы. А, ну нет, я в том плане, что не абы какое дерево. Ну, да, традиционно для изготовления посуды, по крайней мере, использовали. Не смолистые породы деревьев. Липа, береза, ольха, осина. Хотя вот липа, да, не смолистая, а в листьях у нее капора, да, что-то липкое. Не знаю. Надо будет уже почитать. Друзья, мы эфир на сегодня завершаем. Обязательно будем.